Всем привет! Сегодня я расскажу, как настраиваю свои иконочки и рабочий стол. Вот под моим видеороликом имеется ссылочка, переход на кладовочку, где хранится моя сборка. И в ней, значит, вот, пожалуйста, вы видите написано ADNOS, то есть, ну, дополнение, скажем так. А сама сборка, значит, вот за 17 декабря, довольно-таки свеженькая. И вот я нажимаю здесь загрузить. Вот она, файлик. Берет там, делает, сохранит на рабочем столе. Да, на рабочем столе, пожалуйста. Вот она его уже и сохранила. Перехожу на рабочий стол. Вот, пожалуйста, значит, у меня, значит, в упакованном виде все это дело здесь есть. Ну, надо распаковать. Давайте, значит, какие тут варианты. Открыть с помощью менеджера архива. Ну, открыть с помощью менеджера архива. Вот, значит, здесь я имею, значит, вот эту папочку. Ну, нажму на распаковать. Куда? Да на рабочий стол. Значит, вот я закрываю все это дело и, значит, уже иду на рабочий стол. На рабочем столе. Вот этот архив, который нам уже не нужен. И идем в дополнение. Вот здесь коночки находятся, вот здесь, MX21 конки RC. Вот, я беру ее и копирую. А вот дальше я бегу вот сюда. Значит, и вот в коночках я, значит, вставляю это дело. Вот, вот у меня уже есть он. Ну, даже если вот, если его нет. Вот, я беру, вставляю коночки. Вот оно. И теперь иду в конки менеджер. Вот. И у меня, значит, коночки вот здесь вот появляются. Ну, что еще здесь я могу? Могу здесь вот проверить подключение к сети. Вот, у меня нетворк в LAN 0. И видно, что вот коночка, значит, побежала, скажем так. Дальше, значит, прозрачность. Прозрачность меня это устраивает. Вот, вот иногда у пользователей бывает, что вместо в LAN 0 им нужно поставить в LAN 1 и применить. Ну, у меня и в LAN 1 работает, видите? Цифры показываются, что up and down, up есть, down есть. И вот побежали уже по экрану. Вот. И что еще я всегда проверяю? Ну, прозрачность я вам показал. Значит, ну вот, пожалуйста, еще раз покажу прозрачность. Вот у меня написано transparent. То есть прозрачная. Твет бэкграунда вот у меня почему-то черный выбран. Ну, не знаю, в чем-то дело. Вот. Ладно. Еще, значит, здесь вот такая вот штучка полезная. Запускать конки через 20 секунд. И стоит уже значок, что запускать. Ну, соглашусь с этим делом. И вот у меня коночки, как говорится, уже запущены. Вот. Ну, здесь я пока загрузчик закрою. Теперь, значит, что еще я обычно настраиваю? Это, значит, вот рабочий стол. Значит, вот у меня, значит, здесь имеется light waves. Это, значит, ну, я так, называется у меня этот рисуночек. Его нужно вот так вот просто взять, скопировать и вставить вот сюда. Ну, он у меня уже, значит, пожалуйста, здесь находится. А если, значит, у вас его нет, то нужно скопировать, куда я сказал. Затем, значит, настройка рабочего стола. И вот здесь, видите, у меня стоит каталог изображения. А у вас может стоять другой каталог. Там вот. Вот такой каталог может быть. Вот вам его нужно будет поменять вот на изображение. И оттуда, значит, выбрать вот этот стол, если он вам, как говорится, нравится. Вот. Ну, и последнее, что я бы хотел рассказать. Проверить, как у вас работает табличка FSTAB. Покажу. Видите, я пользуюсь файлом менеджером NEMO. Причем, значит, вот у него, видите, отмечено, показывают скрытые файлы. Ну, ладно, пошли. Вот папочка ETS. Вот, что я, значит, вам вот рекомендую. Значит, посмотреть внимательно вот на эту папочку. Вот, FSTAB. И вот сейчас я вам покажу, значит, вот один такой нюансик. Значит, я вот нажимаю вот здесь вот клавиши CTRL. и делаю. Да, вот так вот делаю. Вот, ключевая фраза. У вас должно стоять дискард, запятая, но а тайм. Дискарб, дискард, запятая, но а тайм. Дискард, запятая, но а тайм. И вот здесь тоже дискард, но а тайм. Вот, смотрите, это вот значок корня. То есть, к корню привязано, к домашнему разделу привязано, к файлу swap привязано, и к загрузочному файлику привязано. Вот, если его нет, то вам нужно будет вот эту фразочку прописать и сохранить. Как это дело делается? Ох! Значит, если вернуться обратно, вот, каталог ETC, чтобы там какие-то делать изменения, вам нужно открыть его в корневом режиме. Вот. Open as root. Открыть как корень. Вот теперь уже, значит, мы можем все это дело делать. Открыть с правами пользователя как корня. Видите, да? И вот теперь, значит, уже можно открывать его с правами пользователя. Ищем файлик fstab. Вот он он. И вот теперь уже, пожалуйста, можете делать здесь все самые необходимые изменения. и затем сохранить этот файлик, нажав просто клавишу Ctrl S. Вот и все. То есть, вот если вы здесь вот так вот нажмете клавишу Ctrl S, у вас изменения будут сохранены. Тут, значит, все это дело закрывается. И две такие вот важные настройки мы, значит, сделали. Вот видите, коночки работают. Теперь, значит, вот если я хочу посмотреть, сколько же тут на самом деле у меня имеется, вот, пожалуйста, занято 10,3 гигабайта. А свободно там 82. А вот мне это совсем, допустим, не нравится. хочу почистить хвосты. Вот на щёточку нажимаю. Отмечаю, что выбрать все. Завожу пароль. И вот он мне сообщает, что аж 500-515 мегабайт он освободил. Ну, было 10,3, но стало там 10,2. Ничего страшного. Ну, это вполне нормальная, скажем так, полноценная сборочка. 10,2 гигабайта. Могу ещё раз перепровериться. И вот здесь, видите, тоже 10,2 гигабайта. Всё это дело есть. Значит, как выбрать рабочий стол? Значит, ну, тоже поясню. Вот, нажимаете вот здесь, нажимаете навыть, навытье, и, пожалуйста, значит, у вас всё будет нормально работать. Вот такие вот изменения я делаю на своём линоксе, потому что, ну, не знаю, но мне нравится вот рабочий стол вот такой вот, скажем, ненавязчивый. Нравятся эти иконочки, потому что я их сам делал. Тут у меня и число там видно, там, и месяц, и год, и день недели, там, и время, и название системы, ну, и вся прочая, как говорится, информация, и плюс вот видно, как интернет у меня работает. Так что, вот, я вам желаю всяческих успехов там настройки рабочего стола, а в моей сборочке, там, по-моему, рабочих столов до чёртиков, когда её скачаете, то там, значит, уже выберите любой рабочий стол, который вам нравится. Там выбор приличный. Я выбираю родной рабочий стол X-Face, ну, потому что он, как говорится, скажем, родной. Мне как-то писали, что выбрали рабочий стол Mint, и там что-то там буквы пропадали или так далее. Ну, я пользователям и ответил, что попробуйте использовать рабочий стол X-Face, и всё у вас будет нормально. Ну, ладно, я, значит, желаю вам всего самого доброго, прощаюсь, и до новых встреч. — ession — — ра — Продолжение следует...